Электросамокаты как угроза жизни и здоровью. Так считает буквально каждый третий пешеход, который встречал когда-либо на своем пути человека, передвигающегося на этом средстве индивидуальной мобильности. В России даже ввели ограничение скорости передвижения на электросамокатах. Если превышение более 20 км в час, то придется заплатить административный штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей. Какие еще правила использования самокатов существуют и какие наказания предусмотрены за их нарушения, расскажем в нашем сюжете. С приходом тепла тверичане все активнее стали пользоваться кикшерингом. Это краткосрочная аренда электросамокатов. Сервис прижился практически во всех городах России, в том числе в Тверской области, в областной столице. Сезон длится с апреля и продолжается до конца октября. Далеко не все с восторгом относятся к любителям электросамокатов. Пешеходы, например, постоянно жалуются на подростков, которые создают аварийную ситуацию, разгоняясь и врезаясь в прохожих. Очень небезопасно, очень. Сегодня иду, хорошо не попала под самокат этот сзади, я же не вижу. Рушают ужасно и по двое ездят. Очень часто замечаю, на перекрестках не слезают. По тротуарам очень страшно ходить. Я часто хожу там по бульвару на набережной. Это вообще просто нереально. Тем более мы люди пожилого возраста. Ну и боишься каждый раз, что тебя зацепят. Очень опасно. Я даже, мне не доверяют даже с внуком гулять, боятся, что я собью. Так что очень опасно. Надо что-то придумать или отдельные дорожки, или что-то как-то, ну чтобы мы ходили спокойно. Идешь и боишься. Так что мне очень не нравится. Просим навести порядок. Сами самокатчики отмечают, что инфраструктуры в Твери для использования СИМов фактически нет. Кирилл пользуется кикшерингом с 2021 года, как он появился в Твери. Неудобно, конечно. Можно либо на тротуаре убить кого-то, либо тебя убьют на дороге. Первое. Тротуары нормальные, на которых могут ходить люди с колясками, инвалиды. Вы на каблуках, чтобы могли ходить хорошо. Второе. Велодорожки. Само собой. Город у нас развивается. Делают. Вот так вот 100 метров сделали. А потом 6 километров где-то по проезжей части, либо по перекопанным пешеходным переходам. Некоторые автомобилисты также считают это средство передвижения максимально опасным, когда водитель самоката, внезапно выехав на проезжую часть, становится причиной потенциальной аварии. Что можно и что нельзя людям на электросамокатах. О правилах рассказали сотрудники отдела госавтоинспекции по городу Твери. Движение средств индивидуальной мобильности по проезжей части разрешается только в том случае, когда отсутствуют тротуары, обочины, велопешеходные дорожки. В этом случае можно двигаться по проезжей части при наличии светоотражающих снаряжений белого и красного цвета и наличии звукового сигнала, а также тормозов. Дети до 14 лет, управляющие средствами индивидуальной мобильности, на проезжую часть не допускаются совсем. Сумма штрафа 800 рублей. Также запрещено пересекать пешеходные переходы на электросамокате, не спешившись. Нельзя и передвигаться на них вдвоем и троем. Ряд регионов уже ввел ограничения, касаемые использования СИМов. Например, в Санкт-Петербурге из-за участившихся случаев травмирования, из-за этого незатейливого транспорта, планируют ввести серьезные ограничения. В частности, запретить самокатам передвигаться по тротуарам и площадям, а также вести платные парковки для них. Предложения были переданы депутатам Госдумы, чтобы они выступили с инициативой ввести изменения в федеральный закон. А в Перми запретили стоянку электросамокатов на основных улицах всех районов и в центре города. В Тверише пока нет явных ограничений по использованию средств индивидуальной мобильности. Но это не значит, что пользоваться ими можно как попало. Помните, это и ваша личная безопасность в первую очередь.